Как победить зло добром? Часто, чем больше делаешь людям добра, тем хуже они к тебе относятся. Здесь, естественно, вспоминается послание к римлянам, 12 глава, где апостол Павел говорит следующее. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание к римлянам, 12 глава. Когда мы говорим с вами о зле и добре, то, естественно, мы должны с вами немножечко представлять, что такое зло, что такое добро. И если глубоко не разбираться, не входить сейчас в эти понятия, как зародилось зло, как произошло добро, то мы с вами должны констатировать, что Господь, когда творит этот мир, то после каждого дня творения он смотрит на то, что он сотворил, и говорит в церковнославянском языке, это прямо так и переведено, добро есть. То есть весьма хорошо. Это есть добро. Все, что происходит в нашей жизни, есть добро. Мы также с вами должны констатировать тот факт, что в этом мире есть только две творческих личности. Это, естественно, сам Бог и человек. Ни ангелы, естественно, ни сатана, ни кто-либо другой, ни животные, ни растительный мир, тем более ни предметный мир, не является творцом. Есть только две творческих личности – Бог и человек. Причем Бог-творец самобытный, а человек-творец, так как он есть образ и подобие Божие, и все творческое начало находится в нем. Но куда он направит это творческое начало, от этого будет зависеть уже и его, то есть человека, результат от этого вектора направленности. Если мы возьмем кого-либо из, допустим, ярких людей, современного мира, ну, допустим, Ози Осборн, является ли он творцом в том понятии, в котором, в общем-то, мы с вами и говорим. Да, является. Но вектор его творчества направлен не на прославление Бога, а, в общем-то, от прославления Бога. Поэтому, в общем-то, его творчество, оно не рассматривается творчеством как богоподобным. Если мы, допустим, возьмем Андрея Рублева, то его творчество, оно направлено на созидание, на возвышение человека, на преображение человека. И здесь мы можем сказать, что его творчество, которое точно так же, как и у Ози Осборна, оно является от Бога, но оно приближает человека к Богу, оно возвышает его, оно его делает лучше, то есть обоживает. И, основываясь на этом, мы с вами можем сказать, что зло — это отсутствие добра. В природе нету вакуума. Это искусственное состояние, которое, в общем-то, придумал человек, но, наверное, не всегда знает, как это можно использовать, хотя используют даже в медицине и в каких-то других вещах очень хорошо. Но в природе вакуума нету. И обязательно или человек духовно положительный, или человек духовно отрицательный. Мы с вами помним в Священном Писании, Господь приводит пример, что человек выметит, уберет дом, выгонит злого духа, потом этот злой дух возвращается, смотрит, что дом убран, аккуратен, но ничем, в общем-то, не наполнен, и приводит с собой еще семь злейших духов, и они начинают там жить и вечерять, и второе бывает хуже, чем, в общем-то, первое для человека. И вот, говоря о зле, это то состояние, когда, в общем-то, нет добра. Теперь перейдем, как же зло, как говорит апостол Павел в послании, к римлянам, побеждать добром. Все оказывается очень просто. Если человек не творит добра, он творит зло. Значит, для того, чтобы не было зла в твоей жизни, в жизни другого человека, надо творить добро. Иногда это добро должно быть принудительным, я имею в виду по отношению к себе. Иногда это добро должно быть принудительным даже по отношению к другому человеку, то есть, как бы, научать его этому добру. Мы же с вами говорим, что есть люди, допустим, с принудительным чувством любви. То есть, человек может в себя влюбить другого человека, и другой человек на это подсаживается. Поэтому вот здесь я хотел бы, отвечая на этот вопрос, сказать, что, да, чем больше мы делаем добра, тем меньше, в общем-то, остается места для зла. Но когда мы творим добро, мы его не должны обесценивать. То есть, мы не должны ждать ответа на это добро со стороны другого человека. Обесценивание, когда происходит добра? Тогда, когда мы переходим в товарно-рыночные взаимоотношения. То есть, со своим добром выходим, скажем так, на рынок. Мы предлагаем другому человеку воспользоваться нашим поступком, нашим добром в том плане, чтобы тот откликнулся на это. Каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, особенно если ездил куда-то, в общем-то, отдыхать, то к тебе подходят и говорят, вот тебе подарок там. И дают какую-нибудь там бусинку или еще что-то такое. Если ты ее взял в руку, то с тебя начинает требовать, что раз ты у меня это взял, то давай-ка гонить деньги и тому подобное. Мы очень часто со своим добром очень похожи именно на таких торговцев или шулеров, или как их еще можно назвать, людей, обманщиков, которые пытаются сделать другому добро, потому что мы понимаем, что мы должны творить добро, человек нуждается в добре, но одновременно ждем и прислушиваемся. А сотворит ли это добро, подобное нашему добру, другой человек? А вот этого делать нельзя, ибо добро тогда будет, в общем-то, обесценено и перейдет в разряд просто хорошего поступка. Чем больше мы творим добра, тем ярче становится то зло, которое, в общем-то, окружает это добро. И мы больше начинаем понимать, что зло тоже присутствует в этом мире. Чем чище одежда, тем более заметно пятно на этой одежде. Если ты одет во все что-то серенькое, то, в общем-то, и грязь не так сильно заметна. Если ты одет во все белое, то, в общем-то, и даже любая пылинка, любое какое-либо инородное тело становится заметно именно на этом фоне. Поэтому не бойтесь. Творите добро и забывайте о нем. Творите и забывайте. Творите и забывайте. И места для зла будет совсем-совсем мало. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание. Вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал «Икзегет» приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok